Добрый день, дорогие друзья, вы на телеканаде Том ТВ, программа тема дня, меня зовут Александр Вальдман. Вы, возможно, помните в одной из наших предыдущих программ, в одной из наших предыдущих тем дня, был как бы такой подзаголовок, об этом не расскажут на Евроньюз, но вот тогда мы рассказывали о демонстрациях солидарности с Россией в Сербии, потом демонстрации, которые были в Сербии на днях, буквально пару дней назад, на Евроньюз все-таки показали, правда уменьшили количество участников, но не суть важно, показали, а мне иногда кажется, что нам в пору завести вот именно вот эту рубрику, которая так и называется, об этом мне расскажут на Евроньюз, в этот раз примерно то же самое. В Болгарии прошли праздничные мероприятия, посвященные 144 годовщине освобождения страны от Османского ига. В Софии демонстранты несли огромный, воедино соединенный, сшитый российско-болгарский флаг, я думаю, мы вставим или в эту программу, или чуть позже, обязательно есть фотографии об этом, а на легендарной горе Шибко, несмотря на 18-градусный мороз, тысячи людей собрались, чтобы почтить память тех, кто кровью и потом добывал независимость в Болгарии. Так вот у этих людей в руках были флаги и Болгарии и России, портреты русских генералов Скобелева и генерала Святополка Мирского и, помимо прочего, были транспаранты, огромные транспаранты. Спасибо России, своих не бросаем, свою историю помним. А с нами на связи из Болгарии Желязко Атанасов, отставной офицер болгарской армии, сегодня он занимается туристическим бизнесом, но мы об этом сегодня, по крайней мере, говорить не будем, мы поговорим о том, о чем я говорил в анонсе. Желязко, рад приветствовать вас, добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день. Желязко, что, на ваш взгляд, у меня может быть наивный отчасти вопрос, но тем не менее я его хочу вам задать. Что заставляет граждан Болгарии в такой лютый мороз на продуваемой всеми ветрами шибке, несмотря на гласные и негласные запреты партнеров или стран НАТО за события на Украине отдавать все-таки дань памяти русским и болгарским воинам, отдавшим жизни за независимость Болгарии? Ну, знаете, Александр, я думаю, что в этом случае говорила родовая память болгаров. Знаете, у нас патриарх болгарской литературы Иван Вазов, который написал в конце 19 века «Роман по Дигуту», который описывает наша борьба для национального освобождения. Там есть такой эпизод. Проходит экзамен, и главный учитель спрашивает у маленькой девушки, «Кто нам освободил от греческого ига?» И маленькая девочка сразу отвечает «От греческого ига нас освободил царь Асен, а от турецкого ига нам освободит дедушка Иван». Это вам давает? Этот ответ вам достаточен? У нас на генетическом уровне есть любовь к России. Несмотря на то, кто управляет Россией. Царь, император, генеральный секретарь КПСС или президент? Железко. Хотел спросить в связи с событиями, с торжествами по случаю 144-й годовщины освобождения Болгарии. Маленький был такой не очень приятный, я бы сказал, штрих. По крайней мере, я об этом прочитал. Насколько соответствует действительности то, что в этот день власти в связи с тем, что есть некие события на Украине, в которых участвует Россия и события, которые, участие России осуждается всем западным миром, был ни много ни мало закрыт в этот день, в день празднования музей, национальный музей истории. Насколько это соответствует действительности и что по этому поводу думают в Болгарии, если действительно так? Ну, знаете, это был очень неприятный эпизод. Это был конфуз в болгарском обществе. Это случилось впервые. Нет другого аналога. Нет. На самом деле, это госструктура, которая должна работать тем более на национальный праздник. Тем более, это в Софии, это туристический город. И обычно на этот день музей, посвящаемости музея зашкаливает. Потому что тогда отцы показывают своим детям и рассказывают, что, как, когда проходило время освобождения Болгарии от турецкого ига. Но я сейчас не заметил в наших СМИ, что кто-то был уволенным. Потому что, если ты не работаешь, когда тебе указано работать, тебя уволят. И так? На самом деле, в этом музее, его полное имя, Национальный военно-исторический музей. Там собраны все артефакты, которые указывают, как мы освободились от турецкого ига. Там стоят те же самые орудия, 6-дюймовые, которые сидят в центре Москвы, возле Академии ракетных войск. Эти орудия впервые были на вооружении в российской армии. И они дали очень большую дань при освобождении Болгарии. Ну, как показывает история, орудия из этого калибра и из этой серии помогли отбросить немецких фашистских захватчиков зимой 1941-го. Но это другая история. Железка, продолжая немного историю Национального военно-исторического музея. Там, насколько я знаю, я был в этом музее, честно говоря. Правда, это было очень давно, уже, наверное, лет 40 назад я там был. Но, тем не менее, я прекрасно помню этот музей. Я помню, что там огромное количество экспонатов, посвященных именно России, именно российским русским солдатам. Но, помимо прочего, там, если я не ошибаюсь, по крайней мере, тогда была информация о том, что на болгарской земле за турецкую армию воевали наемники из Франции, Германии и Британии. Сегодня эта информация там присутствует или ее уже нет? Эта информация есть, но как-то поставлена на таком месте, чтобы было труднозамечаемое. Но все-таки каждый болгарин знает, кто этот Мехмед Паша. Это главнокомандующий турецких войск во время освободительной войны. Это на самом деле немец Карл Дитрих. Командующий военно-морского флота Турции. Это Хобарт Паша. Тоже немец. Нет, он англичан. Командующий военно-морского флота Турции. Командующий паша – это на самом деле англичан. Главный квартирмайстер султанских войн – Нахид Паша – поляк по национальности. Главный интендант турецкой армии – это француз. Но я думаю, что уже мы набросали как минимум 50% от штатно-долженственного списка к комбандованию турецких вооруженных сил. Желяцкий еще один вопрос хотел задать. Прежде всего, очень интересный, на мой взгляд, вопрос, связанный с внутриполитической ситуацией в Болгарии. Дело в том, что за два дня до празднования Дня независимости произошла громкая отставка в правительстве страны. В отставку был отправлен с поста министра обороны Стефан Янев, боевой офицер, когда-то служивший в штаб-квартире НАТО, а теперь впавший не милость. Я процитирую, поскольку публично заявил, что решения, принимаемые в союзнических форматах, не всегда правильны и выгодны для Болгарии. И Болгарии необходимо принимать решения самостоятельно, исходя из собственных интересов. Скажите, пожалуйста, неужели и он агент Кремля? — Знаете, то, что вы сказали, это вероятность на ноль. Потому что это болгарский офицер, у которого есть честь. И болгарский офицер всегда служил и служит, и будет служить своей родине. Я лично знаю этого человека, но он закончил военно-училищие выпуска передо мной. У него слово всегда на 100%. Если кажет «да», это четкое «да». Это не «да», «но», «не да», «ли», «ли». У этого офицера всегда было ясное понимание и ответственность перед родиной. И когда он посмотрел, потому что у него на руках была самая настоящая информация, он доложил в Советы министров Болгарии, министры начали конфузно молчать. И тогда у него был только один шаг. Либо закроет глаза, либо сказать правду в лоб. И он сказал свое мнение. Беда в том, что сейчас на руль Болгарии сидят люди, у которых нет элементарной подготовки по управлению КРИС. Я не говорю о военном образовании. Но вчера вечером в передаче по болгарской телевизии выступил новый министр обороны. Представьте себе, в середине передачи был вопрос, а какая численность болгарской армии, и он начал извиняться. Представьте себе, он не знает, сколько численности болгарской армии. И мы этого человечка ждем принимания судьбоносных решений. Увы. А скажите, пожалуйста, а отставка Стефана Янева связана каким-то образом, вот эти вот его заявления связаны каким-то образом с событиями на Украине? На сто процентов. Сто процентов. На сто процентов, потому что человек, если у человека есть военное образование, и военный способ вмешления, это у него остается на всю жизнь. Военный на первое место должен дефинировать, откуда есть опасность. И только потом, как будем организовать нашу деятельность, чтобы эта опасность снизить к нулю. То есть Стефан Янев четко дефинировал, что Болгарии в этом моменте надо занимать нейтральную позицию. Вопрос у меня тоже, он отчасти связан с Украиной каким-то образом. Дело в том, что я увидел на вашей странице в Фейсбуке возмущенную реплику, возмущенный пост по поводу того, что депутат, болгарский депутат Европарламента, зовут его Александр Иорданов, назвал не кого-нибудь, а Бандеру таким же национальным героем Украины, каким для Болгара является Васил Левский. Кто такой Васил Левский? Я помню еще даже из школьной программы, это один из четырех апостолов болгарского национального движения, освободительного движения. Почему вы считаете подобного рода заявления болгарского депутата Европарламента позором? Позором для кого? Позором для этого депутата? Позором, что страну представляет Европарламент и такой депутат? Позор для кого? Где? Как? Александр, я очень редко позволил себе заявлять политические позиции. Скорее всего, это позиция не только политическая, а скорее всего нравственная. Потому что сравнять Васил Левский с Степаном Бандеровым это просто невозможно. Мы оба знаем историю Украины, как и истории Болгарии. Васил Левский всегда боролся за чистую и святую республику, в которой будут проживать люди всяких национальностей, всяких убеждений. И он никогда не призывал кого-то убивать людей под национальной грязностью. Конечно, я цитирую, в нашей чистой и святой республику будут жить нормально и болгары, и турки, и греки, и евреи, и все остальные, и циганы, и власы, и все остальные, которые будут жить на той земле. Он никогда не призывал к национализму, тем более к национальной ненависти. Степан Бандера это наоборот. И поэтому я считаю, что Александр Юрданов в очередной раз доказал себе как мягко говоря, как сволочь. И мне стыдно, что человек, что такой человек представляет Болгарии в Европарламенте. И этот человек член Европейской Народной Партии. Самая большая партия Европарламента это Европейская Народная Партия. Я задаю вопрос. Европейская Народная Партия согласна с Александром Юрдановым? Вряд ли получу ответ. Да. Желязко, у меня еще один к вам вопрос. Дело в том, что я открою секрет нашим телезрителям. Мы до эфира, за день до эфира с вами общались, много говорили, за два дня до эфира говорили, вы рассказывали мне о том, что в 2003 году вышли в отставку из армии из-за своих убеждений. В чем эти убеждения? Чем они не совпали с тем, что есть в современной может быть Болгарии или Болгарии того периода? Александр, об этом очень трудно говорить, но я никогда не скрывал свои убеждения. И когда в 2003 году стало ясно, что Болгария идет стремительно к поступлению к НАТО, я принял решение покинуть армию, потому что просчитал больше в армии, которые под командованием НАТО у меня места нет. Но слишком свежий был вспомин от того, что происходило в Югославии в 99-м году. Слишком свежий был вспомин. А тем более, ну, знаете, по моей родине всегда относились нашественникам нашественникам, так сказать, мягко, ну, не очень хорошо, не хочу быть булгарным, всегда мы принимали беженцев. Всегда. в самом начале после освобождения мы принимали свои соотечественники Болгарии, которые бежали от Османской империи, потом принимали армяны, на самом деле два раза принимали армяны, в 13-м году после резню, которую сделали на них в Османской империи, и второй раз принимали в 91-м году, когда была война на Карабахе. Даже моя старшая дочь училась вместе с девочкой из Армении, потому что когда они прибежали здесь, ну, где-то надо было учиться. Русские мы принимали, гвардейцы, это было в 20-м и 22-м году. Даже сейчас здесь по побережью Черного моря проживают наследники этих русских, которые тогда бежали из Крыма. Сейчас мы принимаем Болгарии из Бессарабии и украинцы. мы всегда будем помогать людям, которые бежат от войны. Но как-то мы об этом не говорили, но уже у нас складывается такое очушение. я слышал предыдущий собеседник ваш, уже мы замечаем определенные закономерности. У кого есть потребность от крыши на головой, а другой есть претензии, что у него в ванной нет джакузи. но это уже сложно. Мы уже улавливаем эти презрительные взгляды на наших домов, на нашу пищу. это не очень хорошо. Я еще раз повторяю, будем помогать всем, но то, что происходит примерно с 10-15 процентов тех людей, которые приходят из Украины, это не очень хорошо. Я понял, Железко. Спасибо. Спасибо огромное за этот рассказ. Спасибо за вашу позицию. Еще что-то хочу дополнить. На днях мне позвонил мой друг из Израиля, русскоговорящий, и спросил, есть ли накал в отношении русским Болгарии. я сразу не понял суть вопроса. А потом, когда понял, я ему четко сказал, никто в Болгарии не позволит, никому не позволит относиться к русским, ну, плохо относиться к русским. Всегда мы будем принимать всех русскоговорящих, и не только русскоговорящих. У нас на генетическом уровне есть терпимость, есть гостоприемственность. Так что, пусть русскоговорящая диаспора в Израиле не боится приезжать в Болгарии. Железка, огромное спасибо за это интервью. Я лишь хочу и вам, и нашим телезрителям сказать, что я очень надеюсь, что наша встреча с вами не последняя. Я вас много читал в интернете, у вас потрясающие есть лекции, настолько интересные, настолько познавательные, что просто дух захватывает, насколько я знаю, вы даже в России читаете по зуму эти лекции. Я думаю, не откажете для наших телезрителей что-то рассказать интересненькое и, может быть, вкусненькое в том числе. Всегда рад, всегда рад, буду рад и для меня это честь. Спасибо. Честь имею. Спасибо, Железка. Спасибо, всего самого доброго. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Будьте здоровы, мира вам, до новых встреч. Не отключайтесь, мы скоро продолжим.